МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Кишинёве начала работу сессия Верховного Совета Молдавской ССР. Она должна принять законопроект о языках. По предложению депутатов, в повестку дня внесён вопрос об общественно-политической обстановке в республике. Председатель Совета Министров Польши Тадеуш Мазовецкий сообщил, что сформировать новый кабинет и представить его на утверждение Сеймы, видимо, будет возможно в первой декаде сентября. Начато регулярное воздушное сообщение между столицей Казахстана Алматой и китайским городом Урумчи. Сегодня на брифинге в Министерстве внутренних дел СССР журналистам было сообщено о состоянии борьбы с изготовлением фальшивых денег. Президент Колумбии Барко Варгас выступил с обращением к мировому сообществу, в котором предупредил о серьёзной опасности, нависшей над его страной, в результате действий наркомафии. Сегодня состоялся первый московский вернисаж мексиканского художника Руфина Томая, который спустя всего несколько дней после празднования 90-летнего юбилея отправился в далёкое путешествие с американского континента в нашу страну. Сегодня стартовал 44-й чемпионат страны по хоккею с шайбой. Переходим к подробной информации об этих и других событиях. Политическая обстановка в нашей республике неоднозначная, сложная. Только что опубликовано заявление Центрального комитета о положениях при Балтийских республиках. Естественно, что это сейчас в центре внимания, как республиканской партийной организации, каждого коммуниста, трудового коллектива, каждого жителя Советской Эстонии. Мы должны понимать, что восприятие этого соявления неоднозначное. Почему? Потому что каждый смотрит на это соявление, в каждую строку этого соявления, сквозь призму своего субъективного восприятия. В широком плане мы можем сказать, в Эстонии идут твердо и бесповоротно перестроечные процессы. Мы включились. Эти процессы без оглядки. Идем вперед. Иногда наши инициативы не найдут полного понимания и поддержки. Но они продиктованы всегда стремлением, чтобы действительно вопрос ленинского понятия о самоопределении, о суверенитете, о федерализме советских республик имел свое конкретное содержание. Сепаратизм – это не наш лозунг. И мы всегда сказали и скажем, что да, Советская Эстония будет в составе Советского Союза. При этом, всегда подчеркивая, что мы имеем в виду и видим именно обновленное, обновленное перестройкой на Союз и на Суфедерацию. Я хотел бы еще рассказать, рассматривая вопросы при Балтике, мы должны все-таки здесь видеть три отдельные республики. У каждой из этих республик свои проблемы, своя специфика и так далее. Но я хотел бы сказать, в Эстонии идет перестройка. В Эстонии спокойно работают, наши предприятия, хотя политические проблемы обсуждаются очень оживленно. Скажите, пожалуйста, имеет ли, на ваш взгляд, общественность нашей страны объективную картину о тех процессах, которые проходят сейчас в Эстонии. Я должен быть здесь очень лаконичным и сказать «нет» не имеет. Почему? Очень много деформированной информации, очень много такого, которое просто состоит уже совершенно сложный стереотип об Эстонии. Понимать ныне местной Эстонии. Советскую Эстонию здесь должна быть и добрая воля, и, с другой стороны, желание понимать, что Эстония это единственное место в мире, где есть наша национальная культура, наша национальная традиция, и где живет эстонская нация. нация, взаимное уважение и толерантность, компромисс сложных вопросов. Это должен быть девизом сегодня. Ультиматумами, непродуманными выражениями, тем более оскорбительными для национального достоинства любой из наций, которые живут в Эстонии, это непозволительно. И поэтому я еще раз хотел бы сказать доброе понимание это должно быть и основой для широкой информации. эстонии. апофеоз, наверное, нашего короткого разговора «Эстония и перестройка это единое понятие». Спасибо. В сегодняшних газетах Эстонии опубликовано обращение Бюро ЦК Компартии Республики. Курс на перестройку начатой партии открыл перед Эстонией новые возможности для осуществления своих устремлений говорится в нем. Успех дела возможен лишь на пути мирных парламентских реформ. Будучи наименьшим по численности народом, имеющим свою союзную республику в Союзе СССР, мы должны помнить, что эстонцы сохранились как самобытные жизнеспособные нации лишь благодаря умению здраво действовать в любых, даже самых трудных условиях избегать роковых опасностей. Поэтому призываем всех эстонцев и теперь в сложное для республики время проявить свойственные народу выдержку, трезвый ум и ответственность, призываем воздержаться от крайностей. В нынешних условиях требования о выходе из СССР являются безответственными и могут принести только вред интересам эстонского народа. мы призываем представителей других народов избравших эстонскую СССР своим домом к пониманию диалектики здешних процессов развития. Сейчас, когда мы выработали принципиальный курс на преодоление экономического кризиса, когда реализация республиканского хозрасчета должна обеспечить всем жителям Эстонии лучшую жизнь, всякие внутренние раздоры и противостояния между национальными группами особенно опасны, просто гибельны. Для успеха наших больших гуманных планов, сказанного обращения нужен совместный творческий труд всех жителей Эстонии. Компартии Эстонии понимают, что и представители других наций нуждаются в социальных и политических гарантиях, хотят чувствовать себя уверены. Мы продолжим изменения в республике при готовности к гибким компромиссам между национальными и социальными группами. Любая иная деятельность, стремление навязать свою волю силой, ведет только в тупик, грозящий надолго парализовать реальные сдвиги или сделать их вообще невозможными. Вчера в Вильнюсе состоялся очередной пленум ЦК Компартии Литвы. Пленум обсудил заявление ЦК КПСС о положении в республиках Советской Прибалтики. Вступительным словом пленум открыл первый секретарь ЦК Компартии Литвы товарищ Бразаускас. По обсуждавшемуся вопросу принято заявление ЦК Компартии Литвы. Нам понятно беспокойство и озабоченность ЦК КПСС вызванные необдуманными заявлениями и действиями в условиях сложной политической ситуации некоторых лиц участвующих в общественных движениях говорится в документе Пленума. Это заявление обязывает нас еще раз посмотреть на пройденной перестройкой путь ответственно и трезво наметить дальнейшие шаги по возрождению общества. На сегодняшний день политика перестройки Михаила Сергеевича Горбачева является особенно благоприятной и плодотворной для Литвы всей Прибалтики говорится в заявлении ЦК Компартии Литвы. Эта политика и наша решимость уполномочили нас возродить подлинные духовные и культурные ценности народа самостоятельно решать многие проблемы в жизни республики. Сегодня на повестке дня экономическая самостоятельность республики. Уже сегодня в республике имеются большие возможности для совершенствования существующего экономического механизма, смелого внедрения новых форм хозяйствования, создания для них соответствующей правовой основы, говорится далее в документе. Это позволило бы нам целеустремленно, продуманно, цивилизованными методами, не снижая прожиточный уровень трудящихся, гарантировать будущее наших детей и внуков. Однако своими необдуманными действиями, авантюристические силы во имя политического престижа, личных амбиций не замечают открытых дверей, существующих возможностей и, по сути, преграждают путь перестройки, создают отрицательное мнение как в стране, так отчасти и в мире. В Литве многое сделано для восстановления и нового осмысления исторической правды. В заявлении ЦК Компартии Литвы обращается внимание на то, что она, эта правда, должна быть использована не для разжигания политических страстей, не для попыток проектировать будущее Литвы, игнорируя 50-летний путь советского развития. Мы должны трезво понять, что Литовская ССР в политическом и экономическом смысле интегрирована в СССР. Естественно, что с таких позиций нам дается оценка вышеупомянутым заявлений ЦК КПСС. Прогрессивные перемены происходят во всем Союзе. Несомненно, Федерация будет совершенствоваться. Об этом свидетельствует и обнародованная платформа КПСС по вопросу национальной политики. Мы считаем, что можно быть свободным и суверенным государством в Союзе равноправных республик. Но это должно быть не декларативным принципом, а Союз государств, укрепленный правовыми актами и естественными политическими, экономическими и другими связями. Вполне понимая и трезво оценивая положение в Литве и за ее пределами, руководствуясь жизненными интересами всей Литвы и каждого ее жителя, еще раз подчеркиваем, что мы берем на себя ответственность за наше будущее и призываем всех к единству, говорится в документе Пленума ЦК Компартии Литвы. Сегодня Бюро ЦК Компартии Латвии рассматривает предложения, конкретные деловые предложения проведения мероприятий, целой программы мероприятий, проведение которых помогло бы стабилизации политической ситуации в республике. И среди них в частности такие подготовка к выборам в местные советы, к выборам Верховный Совет Республики. Как известно, внимание, особенное внимание этим проблемам уделяют и социальные оппоненты. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета Латвийской ССР рассмотреть вопрос о разработке законопроекта о гарантиях прав национальных меньшинств в Латвийской СССР. Проведение второго форума народов Латвии уже в сентябре. И, конечно же, всех волнует заявление ЦК КПСС о положении в республиках Прибалтики. Я хотел бы обратить внимание на такой факт, который в какой-то степени прошел и через заявление Центрального комитета партии. Это нетерпимость к другому мнению. Вот я приведу конкретный пример, касающийся нашей газеты. Еще в прошлом году, когда начали создаваться неформальные организации, они выступили с призывом ликвидировать нашу газету. Это орган Центрального комитета компартии Латвии, выходящий на русском языке. Почему? Потому что точки зрения, которые излагались в нашей газете, не совпадали с точками зрения у неформалов. Затем с осуждением в наш адрес выступал и Народный фронт Латвии, позиции которого в целом ряде вопросов газета не поддерживала, а высказывала другие точки зрения. Я думаю, что такое предложение со стороны информалов еще можно как-то понять, но вызывает удивление, что это нашла поддержка на плену ЦК Компартии Латвии в прямой или косвенной форме, но ведь это какое-то нарушение тех традиций, которые сложились в советской печати с начала ее становления. Но это еще не поддержка всех членов Центрального комитета? Нет, я хочу сказать, что это отдельные высказывания были такие, но в целом в программу действий такой пункт о создании единой газеты ЦК партии, но переводной, конечно, заложен. Я думаю, что это неверный подход. И это вело бы только к дальнейшему, если такое решение последовало бы, я думаю, что этого не будет, но это могло бы привести только к дальнейшему обострению междунациональных отношений и явилось бы какой-то дискриминацией русскоязычного населения республики. Мы в преддверии пленума Центрального комитета нашей партии и уже с мая месяца работаем над проектом программы действий Компартии Латвии. И, естественно, вот последнее заявление ЦК КПСС вносит серьезные коррективы и те тенденции, которые в принципе отражены в документе, они соответствуют действительности. Мы тоже с тревогой относимся к отдельным проявлениям нашей республики. Правда, заявление было воспринято неоднозначно. И если говорить вот именно в таком контексте, нам бы хотелось, чтобы все-таки может быть каждой из прибалтийских республик ситуация была бы дана в раздельности, дифференцирована. Ибо все-таки если определенные процессы схожи, все-таки есть очень большие разницы в развитии внутриполитической ситуации нашей республики. Хочу сказать, что ход подготовки пленума и программы действий свидетельствует о поддержке Компартии, о том, что мы ситуацией владеем. Но сам документ тревога, забота должна стать еще большей тревогой для нас, для коммунистов, особенно в первичных организациях. Мы должны обсудить и, естественно, выход из перестройки мы видим только в Социалистической Федерации, определив более конкретный статус союзной Компартии Республики, но, естественно, вместе с нашими другими партиями и организациями в рядах КПСС. Это очень принципиальный вопрос, который все-таки еще и обсуждается у нас в Республике. Полагают и не без оснований, что Минск один из самых быстро растущих крупных городов нашей страны. Недалек день, когда в столице Белоруссии будет 2 миллиона жителей. Теперь далеко не просто удержать город в каких-то определенных границах, ведь его население растет не только за счет своего естественного прироста, то есть рождаемости. Немалая часть приходится здесь на долю приезжих, которые хотят стать меньшанами. И таких людей немало, причем из разных уголков страны. Что же в первую очередь надо каждой семье? Конечно же квартира, уверенность в завтрашнем спокойном дне. Вы знаете, я вот буквально перед вашим интервью у меня был корреспондент шведского радио. И одним из вопросов именно был вопрос сегодня о национальных отношениях. Так я, наверное, сначала я сказал так, что, во-первых, это, конечно, мы сегодня зовем национальные отношения, но это, наверное, связано в первую очередь с экономикой. Здесь рядышком соседей наших это прибалтийские республики. Ведь сегодня мы, когда собрались на съезде, в первую очередь мы сказали, что в Латвии, Литва и Эстонии дать полный самостоятельный хозрасчет. Дать сегодня республикам самостоятельность, так сказать, чтобы они смогли заработать сами, так сказать, и потреблять ту продукцию, которая идет сверх плана. Но, мне кажется, на съезде никто не говорил о том, что если в Латвии сегодня живет Беларусь, если там живет еще русский, украинец, немец, поляк, что они какими-то будут, как говорится, другого сорта. Товарищи, куда же мы тогда идем? Вас лично устревожили события, которые сейчас происходят? Вы знаете, я вам скажу, что это заявление Центрального Комитета нашей партии может уже даже немножко опоздало. Нужно было это сразу сказать, и напрямую сказать, не таясь, что товарищей так не должно быть. Мы единая семья народов. Я хочу еще раз повториться, единая семья. Если я сегодня белорус, и я не должен поехать, может я поеду работать в Латвию, если я хорошо работаю, или в Эстонию, а я там буду как говорится человеком другого сорта. Пока там цен с оседлости какой-то, но это же не демократично. И мы национальная семья, и мы должны единые вопросы решать, вопросы перестройки. Не кучковаться какие-то отдельные группировки, друг другу палки в колесах, как говорят, ставить, а именно решать сообща, в едином кулаке. Тогда только перестройка победит. Сегодня в Кишиневе открылась сессия Верховного Совета Молдавской ССР. Сессия Верховного Совета благодаря работе двух каналов республиканского телевидения и радио расширило свой зал заседаний на каждый завод, колхоз, село, город. Особое напряжение на бастующих предприятиях. Несколько интервью с депутатами Верховного Совета Молдавской ССР за несколько минут до начала сессии. Что вы ждете от сессии? С чем идете на меня? Мы думаем, сегодня примем такое решение, которое было бы приемлемо для всех народов, проживающих в Молдавской ССР. В частности, закон о государстве языка молдавского мы его признаем с атеинской графикой, но не ущемляя интересы русскоязычного населения, русских, украинцев, гаговоза, болгар. Мы идем с тем, чтобы найти на этой сессии общий язык в нашем многонациональном государстве и республике, будем говорить, тут, на нашем уровне. Проблемы очень сложные. Ну, а решать, в общем-то, законодателям сейчас каждая сторона имеет возможность высказать свои доводы, как мы говорим, про и контра. Вот. И, в общем-то, на демократической основе принять решение. Уже в самом начале при обсуждении повестки дня некоторые депутаты внесли предложение о приостановлении работы сессии и проведении всенародного референдума законопроектов о языках. При голосовании значительно большинство депутатов это предложение отклонило. Но было учтено другое мнение обсудить социально-политическую обстановку в республике. Она, как подчеркнул председатель Президиума Верховного Совета Молдавии, крайне напряженная и в последние дни вместо на основе дружбы, взаимного уважения национальных чувств и интересов каждого идет поляризация сил и различных слоев и групп трудящихся республики. Сессия Верховного Совета Молдавской СССР продолжается. Продолжается обсуждение очень важных законопроектов и от каждого ее участника требуется взвешенность, трезвость, государственная мудрость. Так как от того, какие решения примут депутаты, во многом будет зависеть дальнейшее развитие советской социалистической Молдавии. Как ведется подготовка к выпуску автомобиля АК-1? Так уж сложилась наша автомобильная действительность, что знакомясь с новой машиной, мы первым делом пытаемся выяснить, а насколько она отстала от мирового уровня. Что касается АК-1, то нас уверяют, что эта машина вполне соответствует мировым достижениям для техники подобного класса. Соответствует сегодня, сейчас, хотя очевидно, что мы так и не стали лидерами в этой гонке. Мы немножко оторваны от всего автомобильного мира. Очень мало знакомы с опытом работы западных дизайнеров. Практически не знаем тех современных методов проектирования, не знаем материалов. Скажите, сколько раз вы бывали за рубежом на автомобильных салонах известных? Ну, я конкретно ни разу не бывал за 15 лет работы. Ну, хорошо, а как же вы тогда определяете мировой уровень? На ощупь. Такие вот мы, талантливые. А ведь весь мир давно уже ничего не достигает на ощупь. И, представьте себе, имеет кое-какие вполне приличные автомобили. Причем до такой красивой жизни дизайнеры доходят не только благодаря интуиции и озарению, но прежде всего, благодаря постоянной кропотливой работе, непременному общению, скрупулезному изучению достижений своих конкурентов. У нас же конкуренции, как известно, нет. Может быть, потому нет и таких автомобилей, которые эффектно выглядят не только на стендах автосалона, но и на дорогах различных городов и весей. Увы, заграничных городов и весей. Специалисты Волжского автозавода договорились с фирмой Токио-Бойки о расширении программы посещения выставки дизайн 89 в Нагое. И фирма Токио-Бойки предложила также посещение автомобильных дизайнерских фирм и дизайнерских подразделений на фирмы Тойота и Ниссан, что для нас представляет очень большой интерес. Ознакомиться с технологией проектирования, ознакомиться с методологией этого процесса. Торгпредства не считает нужным, чтобы данная поездка состоялась. У них, видимо, есть свои мнения по данному вопросу. Вот получен телекс такого содержания в связи с возражением Торгпредства СССР в Японии против поездки делегации автозаваза на выставку дизайн 89. Да, главная контора фирмы уже отменила все мероприятия по приемам вашей делегации, в том числе встречи со специалистами автомобильных фирм и бронирования гостиниц. Вы за деньги торгпредства собираетесь ехать? Нет, Волжский автозавод оплачивает все поездки специалистам сам. Что, вы так и будете достигать мирового уровня, которого вы сами не видите? Я считаю, что это вообще-то дискредитация специалистов ВАЗа. Вообще, было бы интересно узнать, в этом торгпредстве на каких машинах ездят? Это они предпочитают советские машины или японские? Могут ли они сравнить уровень дизайна и уровень технологии тех и других? Как вы считаете? Я считаю, что они могут сравнить, поскольку они ездят на японских машинах. Но, как бы там ни было, именно на такой автомобиль возник огромный спрос в нашей стране. У молодежи, небольших семей. Таким образом, в Тольятти свою работу делают. А в Елабуге об этом завтра в программе «Время». Сегодня в Москве состоялся традиционный августовский педсовет. Мне бы очень хотелось сказать, что именно наша столичная школа может служить примером всем остальным школам страны. Хотелось бы, хотя оснований для этого пока нет. Скорее, с тревогой, чем с удовлетворением собирались сегодня утром на свое предсентябрьское совещание представители всех 1260 московских школ. И как не хотелось бы похвастаться успехами, а они, конечно, есть, взять хотя бы вдвое выросшее число компьютерных классов, появление гимназии, лицеев, непрерывных комплексов, детский сад, школа, факультативов с десятками языков народов страны все-таки и на заседании. И до него в основном речь шла о том, чего еще нет и что сделать не смогли. Например, где это видно, чтобы за два дня до начала занятий предъявляли госкомиссии девять столичных школ новостроек. Так и не успев, кстати, закончить еще одну и не построив ни одного из трех запланированных ПТУ. По-прежнему не хватает лабораторного оборудования, мебели, техники. Хотя деньги на все это московское образование в этом году были. Правда ли, что вы можете купить товары только на 18 копеек из каждого выделенного для вас рубля? Речь в данном случае возможно идет о том, как, скажем, московская промышленность работает на народное образование. Основная промышленность не мебельная на сегодняшний день, не, значит, радиотехническая промышленность, не станкостроительная промышленность. Они не дают той отдачи, которая должна была быть в школах. Ни одно предприятие города не выпускает, скажем, спортивное оборудование. И, естественно, это сказывается на оснащенности наших школ. Не хватает у нас государственной мудрости считать именно образование приоритетной отраслью жизни. Потому и позволяем промышленности уклоняться от деловых связей со школы, которые, конечно, ни особой славы, ни денег фабрикам не принесут. Но все же основные, мне кажется, претензии остаются к самому учительскому корпусу. Ведь из 650 школ, дающих сегодня углубленные знания отдельных предметов, сказали сами руководители образования столицы, половина делать этого не в состоянии. Можно создать хорошие учебные планы, можно их продумать, можно создать неплохую материальную базу, но если мы не будем работать с учителем, если мы не поднимем его на уровень современных требований, не научим его работать в контакте с учеником, отказаться от назидательности, то тогда мы успеха не будем иметь. Очень хотелось бы решить все проблемы разом, но будем благоразумны, из кризиса выйти нелегко. Так что, разделяя тревогу наших педагогов перед началом учебного года, давайте разделим их надежду, что общими усилиями, постепенно, но кризис этот мы преодолеем. Сегодня в Верховном Совете СССР состоялась встреча делегации парламента Канады во главе со спикерами Сената и Палаты общин Шарбонно и Фрейзером с председателем Совета Союза товарищем Примаковым. Обсуждались задачи, которые решает сейчас Верховный Совет нового состава. Особо были выделены две проблемы экономическое и межнациональных отношений. Говоря о последней, председатель Совета Союза отметил, что Верховный Совет СССР действует в направлении максимального простора для самостоятельности республик. Но мы против того, подчеркнул он, чтобы при этом ущемлялись права проживающих там этнических меньшинств против национального сепаратизма. Что нового Новейской? Этот вопрос каждый день задают друг другу местные журналисты. Что нового в польском Сейме, здание которого находится Новейской? Проходят ежедневно консультации в депутатских клубах. Консультируется и Тадеуш Мазовецкий по формированию нового правительства. Судя по всему, дело до конкретных фамилий еще пока не дошло. Определяется лишь общая формула будущего правительства, состав которого будет объявлен где-то в первой декаде сентября. Бурные дебаты происходят и в экономической комиссии, постоянной комиссии Сейма. Она обсуждает вопрос денационализации промышленности. Вопрос очень нелегкий, между тем время не терпит. Международный валютный фонд, западные банки, денационализацию выдвигают в качестве одного из условий экономической помощи Польши. А какова вообще обстановка в стране? Лех Валенца обратился с призывом к трудовым коллективам объявить на полгода мораторий на забастовки. Его позицию разделяет и Польская Объединенная Рабочая Партия. И забастовки постепенно угасают, хотя и не везде. Прошло 4 недели после введения рыночных механизмов производства и распределения продуктов сельского хозяйства. День ото дня скакавшие цены, правда, на весьма высоком уровне, постепенно стабилизируются. Однако, в крупных городах мяса по-прежнему не хватает. Крестьяне рассчитывают на повышение закупочных цен. Вообще, вера в нового премьера в народе не падает, ведь он имеет активную поддержку таких крупных политических сил, как Солидарность и Костел. Это качественно новая ситуация по сравнению с еще недавним прошлым. Президент ФРГ Рихард фон Вайдзекер обратился с посланием к президенту Польши Войцеху Ярузельскому в связи с 50-й годовщиной начала Второй мировой войны. Отмечается, что ФРГ исходит из незыблемости принципов послевоенного устройства. Польша, говорится далее в послании, стала первой жертвой войны, развязанной нацистским руководством Германии. Это преступление нельзя оправдать не существовавшей тогда напряженностью между Германией и Польшей, не договором о ненападении между Германией и СССР. Только тогдашнее германское руководство виновно в развязывании захватнической войны. Сегодня необходимо сделать выводы из происшедшего, приложить усилия для строительства будущего, базирующегося на полном доверии, подчеркивается в документе. Выступая в богате, президент Колумбии Барко Варгас призвал правительство всех государств оказать помощь в борьбе с наркомафией, а также принять решительные меры для сокращения потребления наркотиков в своих странах. Этот призыв Барко Варгас адресовал в первую очередь Соединенным Штатам. Директор управления безопасности Колумбии генерал Мигель Маса Маркус подтвердил появившиеся в печати сообщения о том, что иностранные наемники израильские, английские, американские готовят ударные отряды наркомафии в Колумбии. Всеобщая забастовка продолжается на оккупированном Израилем западном берегу реки Иордан и в секторе Газы. Проходят демонстрации и митинги протеста против депортации очередной группы палестинцев-активистов, против террора и репрессий израильских оккупантов. Тель-Авив срочно перебрасывает на захваченные земли дополнительные подкрепления. В Бейруте продолжаются ожесточенные столкновения между противоборствующими сторонами. По-прежнему бездействуют все государственные учреждения, тысячи жителей покинули город. На подходе к порту Джуния во время артиллерийского обстрела поврежден нефтяной танкер. На его борту возник пожар. Девять членов экифажа погибли. В столице ЮАР-Притории сотни африканцев протестуя против расовой дискриминации вышли на остановки автобусов предназначенных только для белых. Они купили билеты и попытались занять места рядом с белыми пассажирами. Полиция блокировала подходы к автовокзалам, пропуская на посадку только белых. Многие участники этой акции гражданского неповиновения арестованы. В Окринде состоялись похороны видного деятеля негритянского движения США, одного из основателей политической организации Черной Пантеры Хью Ньютона. На прошлой неделе он был найден мертвым на одной из городских улиц с тремя пулевыми ранениями в голову. Полиция заявила, что Ньютона убил уличный торговец с наркотиками Робинсон. Однако, как признают местные обозреватели, эта версия вызывает сомнение. Многие считают, что Ньютон пал жертвой влиятельных политических и финансовых кругов США. Местом исторического для Греции события стал сегодня один из цехов металлургического завода поблизости от Афина. Здесь состоялась церемония сожжения досье тайной полиции на греческих граждан. Она была приурочена к исполняющейся сегодня сороковой годовщине окончания в Греции гражданской войны. Церемония чуть было не обернулась катастрофой. Ковш перегрузили и огромный столб пламени взметнулся до потолка. Спасаясь от нестерпимого жара, присутствующие бросились к узкому выходу. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Десятки раненых, 250 арестованных таков итог прошедшего в Лондоне традиционного ежегодного карнавала. Беспорядки начались когда группы подвыпивших юнцов начали забрасывать бутылками и камнями наряды полиции следившие за порядком. Власти были вынуждены бросить дополнительные подразделения. В операцию было тысяч полицейских. Беспорядки продолжались далеко за полночь. Штормовой ветер обрушился на северное побережье ГДР. В Висмаре уровень воды поднялся почти на полтора метра. Нанесены серьезные повреждения береговым укреплением. В Ростоке затоплены многие улицы старой части города. принимаются экстренные меры по оказанию помощи жителям населенных пунктов оказавшихся в штормовой зоне. Вновь бушуют лесные пожары на юго-востоке Франции и на острове Корсика. Сгорело около пяти тысяч гектаров. Стремительному распространению огня способствовал сильный ветер. Прервано движение по нескольким дорогам. Открыто регулярное воздушное сообщение между столицей Казахстана и городом Урумчи Китайской Народной Республики. Интересно, что именно из Алматы 50 лет назад была проложена первая трасса в китайский город Хами. Так началось сотрудничество авиаторов двух стран. Напомню, что в 30-е годы в Пекин прилетал выдающийся советский летчик Михаил Громов. Первоначально рейсы между Москвой и Пекином выполнял аэрофлот. Ну а последние 15 лет их осуществляют и китайские летчики. Сейчас заметно расширились экономические и культурные связи. И поэтому стало необходимым открытие новой авиалинии Алма-Ата Урумчи. В этом центре Синьцзянь Уйгурского автономного района Китая живут тысячи казахских и уйгурских семей. А в Казахстане их родственники. И, конечно, теперь у них есть возможность встречаться чаще. Леты на эти рейсы проданы на месяц вперед. Кроме того, новой линией воспользуются геологи, строители, энергетики. Через полтора часа командир корабля Ту-154, пилот первого класса Чедлишвили совершил посадку в Урумчи. Уже в этом году предполагается открыть новые трассы Хабаровск-Харбин и Москва-Шанхай. 25 августа после тяжелой продолжительной болезни скончался видный советский военачальник, активный участник Великой Отечественной войны, член КПСС с 1920 года, маршал артиллерии Константин Петрович Казаков. В некрологии, подписанном руководителями партии правительства, видными военачальниками страны, говорится, «Ушел из жизни верный сын советского народа, посвятивший свою жизнь беззаветному служению Родине, укреплению ее обороноспособности. Светлая память о Константине Петровиче Казакове, пламенном патриоте социалистической Родины, навсегда сохранится в наших сердцах». Сегодня в МВД СССР состоялся брифинг для советских и иностранных журналистов о состоянии борьбы с изготовлением фальшивых денег. Если сравнивать с другими государствами, то масштабы и распространенность этого вида преступной деятельности в нашей стране значительно ниже. Может быть, это связано с комплексом профилактических мероприятий, да и наказание немалое за подделку денег от ценных бумаг до 15 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах исключительная мера. Тем не менее, за последние три года органами внутренних дел разоблачены 24 преступные группы. К уголовной ответственности привлечены 89 человек. «Вот перед вами две купюры достоинством в 25 и 50 рублей. Я, например, не смог бы определить, что они фальшивые». «Этим и объясняется, что это преступление порой длительное время не раскрывается и требует значительных усилий как со стороны оперативных работников, так и со стороны наших научных подразделений и, безсомненно, и помощи банковских работников». «Надо отметить, что техника исполнения действительно высокая. Вот, посмотрите, образец 25-рублевой купюры, а это подделка. 5 рублей, изготовленных в государственной типографии, а эта бумажка отпечатана подпольным способом». «Какими средствами на сегодняшний день вы располагаете для борьбы с фальшивом анетчиками?» «Главным образом нужно предотвратить преступления, а этого в многом зависит и от руководителей тех предприятий полиграфических учреждений, обладающих множительной техникой, которая используется преступниками вот в своих неблаговидных целях». «Речь идет о халатности, да?» «Речь идет об элементарной халатности, о бесхозяйственности, которая позволяет расхитителям выносить и специальную краску, и другие средства, которые преступники используют для изготовления фальшивых денег». «Фальшивую купюру от настоящей вот как можно отличить?» «Это прежде всего нечитаемый мелкий шрифт на денежных билетах, это прежде всего неяркие окраски применяемые, преступникам и ряд других. Естественно, существует отличительных признаков, в частности, в художественном изготовлении отдельных рисунков денежного билета и так далее». «Много сейчас находится в обороте фальшивых денег?» «50-рублевых копюр 265 штук, 10-рублевых около 2000 и 5-рублевых 970 штук». «Где скорее всего можно ожидать появления таких бумажек? прежде всего как показывает практика появления этих денег следует ожидать на колхозных рынках. Второй путь сбыта этих денежных билетов это магазины. Как правило преступники приобретают не столько товары нужные им, сколько с целью размена и получения в обмен на них истинных нормальных денежных билетов». «Сегодня в Москве в Центральном Доме Художника открылась выставка известного мексиканского художника Руфина Томайо». «Этот человек один из немногих, кто уже при жизни признан великим. Для мексиканцев творчество Руфина Томайо предмет национальной гордости. За рубежом его имя ставят рядом с именами Сикейроса, Ривера и Пикассо. Французское правительство наградило его орденом почетного легиона, а полотна выставлялись в крупнейших музеях мира. Советский же зритель впервые получил возможность познакомиться с искусством Руфина Томайо. Искусством таким же непростым и неоднозначным, как и эпоха, в которую творил и продолжает творить художник. Ведь сейчас ему 90 лет, а это значит, что он был свидетелем всех трагедий и потрясений нашего 20 века. Картины Томайо, а здесь их около 120, можно восхищаться, можно их и не принимать, но в любом случае для нас это прекрасная возможность познакомиться с тенденциями современного искусства и составить о них свое мнение. Говоря о себе, Руфина Томайо всегда особенно подчеркивает, что его искусство, будучи современным и интернациональным, в то же время глубоко мексиканское по духу и по сути. Вот и в беседе с нами художник сказал, что свое творчество он рассматривает прежде всего как проявление мексиканского духа, корни которого уходит в историю легендарных древних цивилизаций до Колумбовой Америки и что ему необычайно интересно, как оно будет воспринято здесь, в России. Что ж, мы искренне желаем художнику успеха и в нашей стране, как и новых интересных впечатлений от поездки, ведь кроме Москвы 90-летний маэстро собирается еще совершить путешествие в Ленинград и Киев. Советские артисты удостоены гран-при международного фестиваля циркового искусства Сир Куба 89, завершившегося в Гаване. Главный приз вручен канатоходцам под руководством Игоря Чижова, которые привезли на фестиваль уникальный по степени сложности оригинальный номер. Высшие награды получили также представители цирковых школ КНДР Китая, США, Кубы. Добрый вечер. Сегодня стартовал 44-й чемпионат СССР по хоккей с шайбой и 16 команд высшей лиги вступили в борьбу с тем, чтобы после первого круга определить десятку соискателей медалей. Своебразным камертоном сезона очевидно замысливалось организаторами календаря стартовая встреча первенства в Москве, где играли чемпион ЦСКА и серебряный призер воскресенский химик. Бурная радость армейцев по поводу заброшенной шайбы согласитесь не совсем привычно, но оправдана если учесть, что сильнейшие покинули команду. В составе очень много молодежи и чемпион очевидно вправе считаться одной из самых юных по возрасту команд и тем важнее для самоутверждения молодых была сегодня победа в матче. Все решилось в начале третьего периода, когда новобранец ЦСКА на опытный игрок киевского «Сокола» Шастин вывел чемпионов вперед. А затем очень остро и неожиданно для вратаря и защитников «Химика» сыграл Чиберев. Он же провел еще одну шайбу, пятую у ЦСКА. Чемпион выиграл 5-3, но заметим, что и серебряные призеры действовали не столь мощно и уверенно, как в прошлом сезоне. Спишем это на издержки старта. Прежде чем перейти к международным событиям, сообщу результат матча в Ярославле. Там торпедовцы выиграли у динамовцев Минска 4-3 и, к сожалению, мы не имеем результата матча в Риге, где встречались местные динамовцы и торпедовцы Усть-Каменогорска. Шахматы сообщил наш специальный корреспондент Николай Попов. Каспаров выиграл у Вагоняна 1-0, в ничью сыграли Таль и Карпов. Шорт победил Николича. Таким образом, Каспаров набрал 8 очков, стал единоличным лидером и официально после этой победы принимал поздравления как первый обладатель Кубка мира по шахматам. За три тура до конца напомню, у Каспарова 8 очков, у Карпова и Шорта по 7,5. Теннис Стартовал открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки. В первом круге победы одержали Андрей Ольховский, Александр Волков, Наталья Зверева и Лейла Месхи. Неудачу потерпел Андрей Черкасов, проигравший в четырех сетах американцу Джею Бергеру. Футбол Продолжаются отборочные матчи чемпионата мира. Сегодня мы хотим показать вам фрагменты встречи южноамериканских команд Перу и Уругвая. Матч 0-2. Это их второе поражение. Первое было от команды Боливии. Справедливости ради следует заметить, что экс-чемпионы мира уругвайцы считаются фаворитами этой отборочной группы. Пока по два очка имеют команда Уругвая и Боливия. Победитель отборочного турнира получит право выйти в финал чемпионата мира. Футболисты Олимпийской сборной СССР вышли победителем международного турнира в Исании, выиграв в финале у олимпийцев ГДР 2-0. Перед этим советские футболисты с одинаковым счетом 6-0 взяли верх надгреческой командой Лариса и сборной Марокко и сыграли в ничью 1-1 с известным клубом Атлетико из Бильбао. Если верить известному выражению полцарства за коня, то за пару великолепных лошадей по аналогии не жаль и царство. Крайне любопытные состязания в мастерстве Берейтера или по-нашему Кучера прошли в Венгрии. Согласитесь, что не стоит даже и комментировать эти небольшие фрагменты труднейших испытаний на чемпионате мира. Пожалуй, на этой трассе ошибок не избежал бы и самый опытный водитель наисовременнейшего автомобиля-вездехода. Жаль, что у нас сегодня даже всемирно известная русская тройка становится раритетом чрезвычайной редкостью. А судя по вниманию зрителей к этим состязаниям, в душе, наверное, каждого человека сохранилось теплое отношение к лошадям, которые на столь долгом историческом пути эволюции помогали нам стать теми, кто мы есть сегодня. Синоптики сообщают, ночью 30 августа заморозки ожидаются в некоторых районах Эстонии, Волга-Вятском районе, Татарской АССР. Температура воздуха днем. В Эстонии 12-17 градусов В Латвии и Литве от 14 до 19 В Молдавии и Туве от 22-27 градусов дожди и грозы В Белоруссии 14-19 на юго-востоке 24 градуса дождь На Северном Кавказе 24-29 местами до 32 градусов На Украине временами дожди и грозы на юго-западе град усилений ветра 20-26 градусов на западе 14-19 на востоке до 32 В Грузии 28-33 градуса В Армении 24-29 В Араратской долине 33-36 В Азербайджане 30-35 На Урале 11-16 Ночью в Пермской местами в Челябинской и Свердловской областях на почве заморозки В Ленинграде 15-17 градусов утром дождь В Москве временами дождь с грозой ночью 11-13 градусов днем 19-21 ветер юго-восточный с переходом на юго-западный в Москва святую тепло